Хэви-метал давно уже породил такую особую культуру клинического, такого подустороннего сатанинского свойства, то есть смерть с косой, паранойя и так далее. Ну, достаточно в ваши обложки посмотреть, в ваших альбомах. Вот вы уже взрослые люди, сколько серьезно к этому всему относитесь? И кроме того, я цепляюсь за фразу, нет, одному из вас, что вы делаете все искренне. Не, ну, мы довольно серьезно относимся к этому делу. Очень серьезно. Вот в последнее время все время перечитываю Антихриста. Ну, низший, естественно. Я хочу достать... А? А как же Шпендлер? Шпендлер. Не в первую очередь, а не в первую очередь. А не в первую очередь, а не в первую очередь, а не в первую очередь. Я хочу достать сатанинскую библию. Говорят, она очень много переизданий выдержала. Просто посмотреть, что это такое. Почувствовать себя, могу ли я быть сатанитным или нет. Я никогда не пробовал. Для меня это просто юмор обычный, который на обложках пластинок. Смерть косой, кровь побольше. Ну, да, такой добрый юмор. Не больше того. А потом сложно представить себе, что артисты, играющие в театре, какого-нибудь маньяка-убийцу, приходят домой и начинают мочить своих домочадцев. Домочадцев то же самое. Естественно, мы не делаем такого. Такие правила игры просто так вот сложилось. Это наша профессия. Это наша профессия. Но потом нам всегда интересно было борьба добра и зла. То есть кто-то победит. Как правило, не знаю, почему-то у нас больше получается, что зло побернает. Вот у вас на магии не очень добрый персонаж, правда? Это Холстиннин. Это я стоял над душой у художника, требовал, чтобы он быстрее закончил. Потому что время поджимал. А он взял, набродил его. Вы говорите, когда вы сами начинали, были вы, был чёрный кофе, круиз, потом попозже присоединился, так сказать, кофеин, мастер. Сейчас из русскоязычных тяжёлых роковых групп остались только вы. Как вот вы сами считаете, что кризис жанра, и вообще у нас невозможно играть русский рок? Я имею в виду русскоязычный вариант тяжёлый рок. Это ваша попытка родиться, это именно реанимировать именно сам стиль этой музыки. Именно саму эту музыку. Да мы не делаем никаких попыток. Мы как играли, так и играем. И, в общем-то, если у кого-то не получалось, проект умирал, значит, это их проблема. Мы специально ничего не делали, даже того, чтобы возродить как-то. Мы записали альбом. Кто-то его покупает, кто-то слушает. А что с другими? Кризис жанра? Не знаю, мне кажется, кризис мозгов существует у рок-музыкантов, которые хотят сразу, быстро, в дамке и очень много всего. Понятно. В общем, мистичные ноты, на ней как раз хочется закончить программу. В гостях у нас была группа «Арест». Следующий раунд, так и упера ровно через неделю. Увидимся. Спасибо.